Терра инкогнито Терра инкогнито Я бы хотел, поскольку вы у нас очень сведущий специалист во всякого рода магии, пообщаться на тему этой луны интересной, ритуалов на базе того, скажем, астрологического видения вещей, которые мы имеем. поскольку эта луна бывает очень редко. И вообще, хочется расспросить вас еще раз о вашей замечательной работе, о вашей практике, обо всем, что связано с магией, культизмом и помощью людям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Владимир. Хорошего вам дня. Благодарю. С вами беседа Нестра. Да. Да, мы затронули тему, касающуюся полнолуния. То есть, это получается, что вообще разделяется на 4 раза луны. То есть, как она начинается с новолуния, растущей, полнолуния и убывающей. Значит, это получается 3-4 месяца. То есть, она затрагивается. Ну, это вообще, этот день, это вообще самый такой в руке великолепный для всех магических действий. То есть, я расскажу вот именно, что вы эти деньги хорошо делаете, что ты мог это делать. Ну, то есть, и что касается рождения, что касается это, как бы, и бизнеса, что касается того же года, предсказания, просмотра и, ну, и всех остальных, как бы, интересующих вас вопросов. Вопрос. Хочу задать вам вот интересный такой вопрос. А чем же отличаются предсказания от гадания? Вот, чтобы наши уважаемые радиослушатели узнали разницу, давайте еще раз повторим. Что же это такое? Значит, гадание – это от слова «гадить». То есть, тот человек, который гадает, он, как бы, вмешивается, как начертанно на судьбу, Богом данную, да, его, как бы, срывает информацию, то есть, как бы, эту. И, как говорят, что гадать – это гадить. Ну, то есть, нежелательно, конечно, просматривать, как прогадывать судьбу. Потому что можно зашить эту информацию, потому что, иными словами, можно зашить эту отрицательную информацию в личность человека, и она потом будет работать. Если что-то плохое выпадет, человек потом это запомнит, обработает в голове, поселит эти мысли, и, естественно, они будут тогда, даже на аутогеническом уровне, когда аутогеника есть такая наука, они будут сами по себе творить вот это предсказание в судьбе, что не есть хорошо. Совершенно верно, да. А предсказание – это человек просто, как бы, та информация, которая его интересует, наводящая и интересующая его, то есть, мы можем ее просмотреть. То есть, вот это, как бы, отличие. Унесса, у меня к вам вопрос по поводу Луны. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас вот эти 30-е, 31-е вот эти интересные… 31-е, да. Да, 30-е – это начало, а 31-е – это полная Луна. То есть, 30-е у нас как предвестник вот этой полной Луны, а 31-е Луна нам открывается. Именно на нашем небосводе будет вот самое-самое, что ни на есть, яркое и конкретное. То есть, что значит, ясно, конкретное. Прозревшая Луна, иными словами, полная Луна. Расскажите, пожалуйста, про вот эту 31-е числа полную Луну. Значит, получается, если 30-е взять, получается 13-й лунный день, да. То есть, вообще, это как бы он сам по себе вот этот день он несет как опасность. То есть, желательно в этот день ничего, то есть, не начинать стараться, ну, то есть, как бы его немножко избегать. Возможно, такое, что, то есть, как бы он даже притягивает, да, ну, то есть, любое, что касается человека, смертельные опасности. То есть, такое тоже, то есть, возможно, стараться вот именно не увлекаться со спиртным и предпринимать какие-то вообще действия. То есть, что касается вот именно там, ну, то есть, путешествий, там, даже приобретение транспортных средств, там, лечение тоже зубов. То есть, вот такого, как бы. И даже интересно, что касается даже, как ремонт бытовой техники, моментально. То есть, как бы в эти дни, вот оно имеет свойство ломаться. То есть, если взять тот же, вот, как бы, 15-й, как бы, лунный день, да, он сам себе вообще вот такой вот обманчивый. Ну, то есть, как бы, в нем могут происходить разные ситуации. Ну, то есть, ну, если даже вот, что интересно, что касается, что 15-го лунного дня, да, если не важно, человек чем-то заболел или ребенок чем-то заболел, да, тяжело, он моментально выздоровеет. То есть, вот это вот свойство есть. То есть, оно как и за лечение. Ну, то есть, и сам, сам вообще, само полнолуние, оно играет очень большую роль вообще в жизни человека. В чем? То есть, как бы, в этот день легко очень, то есть, как бы, скорректировать судьбу. То есть, как бы, судьбу, бизнес, там, работу. Все, что касается, вот именно, то есть, как бы, почему сама и говорит сама вот это, как бы, как полная луна. То есть, все то, что касается, вот, чтобы у человека все было полноценно, все, как бы, четко, значит, в этот день это разрешено. То есть, очень хорошо, очень хорошо, то есть, как бы, делать ритуалы на деньги, очень хорошо делать ритуалы на богатство, для того, чтобы скорректировать судьбу, у кого она, как бы, как бы, замучена. Ну, единственное, не сильно влияет луна, как бы, людей, которые, ну, то есть, идут по жизни так спокойно, да, ну, то есть, на влияние на фазу луны, как бы, никак не реагирует, да, но у них все, в принципе, идет так, ровно. Да, но есть, ну, почему есть люди, которые, ну, вот они, как от луны зависимые, то есть, вот это очень большой роль играет. То есть, здесь, естественно, то есть, для мужчин, это, как бы, луна, она постольку-поскольку, ну, как бы, больше дальше, да, она даже привлекает, как, сексуальность, там, энергию придает, то есть, очень сильно, то есть, иммунка, она очень сильна в этот день. У женщин немножко сложновато, то есть, у женщин со здоровьем могут быть проблемы, то есть, люди, которые эмоциональные, люди, которые вот сами по себе, они нервозные, то есть, как бы, на них полная луна очень сильно, как бы, влияет. Ну, то есть, это же день тот, который просто-напросто, ну, всем известен, то есть, когда происходят проблемы с вампирами. Нет, ну, что, в вампиризме есть официальная болезнь такая, когда человек у них вот так гемоглобина, и он хочет крови испить. Ну, да, ну, то есть, это люди обычно сами с нервной, нервная сама по себе возбудимость, она, ну, завышена, как бы, сама по себе, ну, естественно, у человека не хватает вот именно, ну, этой подпитки. Ну, как бы, очень много людей, вы смотрели, как бы, те же фильмы, мистику, там, как бы, ужастики, ну, естественно, то есть, это дни, как считается, типа, как вампиров, именно, как бы, демонов и тому подобных. Да, короче, вся темная сторона силы, она в этот день ликует, это почти как в Альпургеева ночь, то есть, происходит, скажем так, активация всего темного, но, понимаешь, темное, это не значит плохое, светлое, не значит хорошее, все в зависимости от ситуации. Как направишь, как направишь. Да, конечно, это все инструменты, с помощью которых можно работать, да, с потусторонними силами и с... Как направишь, так оно и будет, да, если ты направишь темные силы на положительное, то есть, как бы, оно будет работать положительное, как загадаешь, как то и получишь. Да, абсолютно верно. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, вот, какие-то ритуалы интересные, что можно сделать, вот, в эту полную луну, чтобы оно помогло, так сказать, в нашей непростой жизни. Очень хорошо. Чего-то магическое, чего-то интересненькое, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было это все приятно и полезно. Значит, я хочу сказать, очень сильные, хорошие, вот, вообще, ритуалы, я еще хочу немножечко, как бы, отстраниться. Люди, вот, которые, детки, рождаются в полную луну, то есть, они вообще очень талантливые. И те дети, которые родились, вот, именно, как в полную луну, могут быть, ну, то есть, у них очень сильно хорошо развита интуиция, очень. Ну, то есть, как бы, даже, ну, многие выдающиеся, вообще, экстрасенсы, да, они рождены были, вот, именно, в полную луну. Поэтому, ну, то есть, сам по себе, это очень такой хороший день, и здесь, как бы, можно сделать многое. В этот день очень много можно сделать, то есть, что касается этой работы, что касается этой любви, что касается, там, здоровья, да, больные люди. Они могут себя просто-напросто, как, себя заговорить, вот, именно, чтобы очень были сильны по здоровью. Что касается людей, вот, именно, как бы, которые с кошельком есть проблемы, или, ну, то есть, как бы, или с работой есть проблемы. Поэтому торгожи в этот день, они заговаривают, вот, именно, как бы, люди, которые с бизнесом связаны, так, значит, они, видя луну, они показывают, там, свои денежки, свой кошелек, как и на молодую луну, точно так же, точно так же и на полную. Чтобы всегда у них, как говорится, их, ихняя кубышка была, была полна. То есть, да, вот, что касается, вот, именно, по здоровью, то есть, есть, очень сильный такой, да, он очень прост, для людей это очень интересно будет, я думаю, да. Что касается по здоровью, значит, берется, ставится тот же стакан воды, так, ну, можно ее взять, ну, то есть, как бы, как с краника, неважно, то есть, и питьевую воду, не так, чтобы она была в бутылке, ну, именно, чтобы она, как бы, была проточная. На новолуние ставится эта водичка, так, дожидается эта водичка полнолуния, и в полную луну, значит, на нее человек, он ее пьет, так, и, нет, сначала он ее, как бы, заговаривает. Сначала, когда, вот, перед тем, как он будет умываться и пить, он должен сказать, то есть, как, получается, как ты месяц был худ, достал пола, так, чтобы у меня здоровья, сил было полно. Оно, как бы, легко, удобно, ну, и очень-очень действенно. Ну, наверное, еще нужно на луну вынести, желательно бы, если мы это делаем в лунном цикле, то желательно показать вот эту водичку луне, чтобы свет луны упал. Да, чтобы обязательно, чтобы, нет, я к чему, я еще не дорассказала, Владимир, здесь получается, чтобы эту водичку, вот именно набравшую, эту водичку нужно поставить вот именно там на подоконник, ну, так, чтобы луна, как она в процессе, она растет. Чтобы лунные, водичка, это да, на нее смотрела. И когда вот эта полная луна, как бы, водичку смотрит, уже берешь вот именно эту водичку и конкретно начинаешь, заговариваешь и, как бы, пьешь и моешься. Да, полностью. То есть, и точно так же это касается денежек тоже. У кого, как говорится, есть проблемы тоже с денежками, да, просто берется монетка, берется купюры, так, но лучше, конечно, ассоциация, как бы, лучше монетку взять. Почему? Потому что она имеет круглую форму, так, и за счет вот этого, то есть она как луна. И точно так же, ну, люди, которые, как бы, ну, не могут что-то сказать, просто про себя могут подумать. Вот как ты полная луна, так как эта монетка полна, похожа именно на луну, точно так же, то есть у меня было много чего полно. То есть то, что хочет, там, по богатству, по деньгам бы, еще по чем он, ну, то есть, как бы, деньги, богатство, там, прибыль какая-то. Ну, то есть, чтобы всегда у него водились, как говорится, эти денежки. Также очень сильно хорошо действует, короче, хорошо делать обряды вообще на примирение, да. Это один из дней, в котором действительно, то есть люди могут, ну, если очень сильно идут ссоры в семье, если идет недопонимание в семье, то это очень сильно, тоже этот день влияет на примирение. Если ты ни в какой другой день ты не примиришься, ну, как бы, будут у тебя, как бы, те же, там, даже бывают такие годовые, как бы, конфликты, да. В этот день очень хорошо, то есть находить контакт на примирение, да. То есть, да. Очень хорошо делать обряды на, у кого проблемы с мочеполовой системой, то есть, как бы, у людей, у которых проблемы есть, у кого простатит или аденома для мужчин, это тоже, этот день, он очень, как бы, силен, да. Да, значит, еще очень хорошо делать обряды на любовь. Расскажите об этом поподробнее. Если у девушек или у мужчин, там, ну, в принципе, не везет, вот, именно, как бы, в личной жизни, или замужество, кажется, короче, не могут, как бы, с этим никого найти, пару себя, то в полнолуние, вот, именно, то есть, этот день, он очень хорошо, это заговор, как бы, применяя определенный заговор, тоже, очень хорошо, вот, именно, притянуть, к себе, как, к парам. Ну, то есть, как бы, или на встречу, там, с любимым человеком, на взаимное чувство, то есть, как бы, очень сильно развито, то есть, я думаю, что молодые девушки, как бы, как бы, есть ритуал защищенной магии, то есть, это, как бы, на кровь, да, в этот день не очень любители, как бы, это все сделать, то есть, вот, это тоже, как бы, оно действует в этот день, но это не нужно делать, потому что чревато потом. То есть, человечек может так сильно влюбиться, что потом, когда девушка наиграется и захочет от него избавиться, она потом будет знать, что с этим милым человеком делать, потому что такие вещи, всевозможные, скажем, заговоры на кровь, они очень сильно работают. Вот, это все, во мне, игрушки, уважаемые друзья, и поэтому с магией будьте осторожны, ведь это сейчас для нас все магия, а потом это для нас все будет метафизика, на самом деле, ничего магического в магии-то нету, на самом деле, это все наука и природные явления, которые просто мы не можем, скажем, в полной мере осознать, ведь электрического тока мы тоже не видим, но если два пальца засунем в розетку, нас ударит током. Поэтому к магии нужно относиться очень с уважением, остороженно и все-таки как к науке более, нежели чем как к fairy tales, к сказкам. Инесса, расскажите, пожалуйста, еще что-нибудь про вот эту вот замечательную полную луну. Это же вообще редкое явление, как я понимаю, вот такая луна именно, которая сейчас выходит на орбиту 31 числа, правильно? Да, 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 да. Значит, в этот день очень то же самое, в магии, кто занимается магией, целительством, лечением, экстрасенсы, парапсихологи, очень хорошо этот день, он как бы, очень хорошо собирать общие травы, то есть они имеют очень тоже особую силу, то есть как бы очень хорошо делать амулеты и обереги в этот день. Здесь, ну, вот я в предыдущей программе давала вот именно на красную ниточку как бы заговоры, давала вот именно вот эти как бы некоторые заговоры для того, чтобы как защитить себя. То есть вот это тоже, это делается все в этот день. Замечательно. Плюс здесь еще в этот день, ну, то есть как бы вообще очень хороший день этот, да, вот если меня слушают какие-то там, ну, то есть как бы люди творческие, да, это деньги творческих людей. Все нормальные, ну, то есть как бы люди, которые как бы в эстраде там или артисты, они стараются давать программки вот именно в эти дни, потому что оно действительно как бы дает и силу, и дает как бы приумножение. В казино. Хорошо ходить в казино 31-го числа? Или не очень? Если сейчас везунчик, значит, да, если везунчик. Ну, а что значит везунчик? Может быть, трижды везунчик, а потом раз и все проиграл, да, такой вот везунчик. Бывает, что везунчик словил нежданчик, ну, я сам не любитель особых казино, потому как, ну, скажем, дело в том, что я немножко разбираюсь чуть-чуть совсем в оккультизме, и мне в казино ходить можно, я-то выигрываю, но мне это делать нежелательно, скажем, для кармы. Хотя могу, конечно, могу, вот, но, скажем так, что бы вы порекомендовали геймерам, которых у нас вот в Америке достаточное количество, люди вот играют активно, вот, опять же, тем же трейдерам, которые не сильно-то отличаются, с моей точки зрения, от геймеров, которые ходят в казино, то есть, ну, единственное, что там есть немножко больше системы. Вот, вот, у нас, полная наша радиостанция, они трейдеры, наш директор нашего сангейс-центра Миша Мельхов, главный трейдер у нас тут такой, в Чикаго, вот, очень часто, скажем, назовем это выигрывает денег, что бы вот вы Михаилу порекомендовали в этот день? Значит, очень сильно влияет то, что, как ты проснулся в этот день, это тоже очень большое влияние, как бы, ну, и как, как говорят, с какой ноги стал в этот день. Если в этот день всё идёт, как бы, по плану положительно, значит, и чуйка будет срабатывать очень хорошо. То есть, можно какие-то делать нормальные ставки и выигрывать. Понятно. То есть, если ты чувствуешь, что, как бы, космос и Луна благосклонны к тебе, так вот, внутри, иди рискуем. Да, оно и будет, да. Но если чувствуешь... Если, если малейшая какая-то, вот, ну, началась проблемка с этого дня, значит, не стоит это делать. Для мужчин немножко, для женщин, оно, как бы, так, оно играет. А для мужчин, оно проблемно, потому что этот день на мужчин, он влияет очень сильно в основном в плане, там, даже того же азарта. Что касается с машинами, очень большую роль, как бы, вот это влияет на это. То есть, будь за рулём очень осторожным, правильно, в полную Луну. Потому что все шизофреники и параноики, как говорю, активируются, когда полная Луна наступает. Все ментальные, психические заболевания, они очень, скажем, находятся вверху, в пике, и поэтому люди все холерики, и те, у кого есть какие-то психические отклонения, они начинают очень активно себя вести, и иногда бывают проблемы. Поэтому на стак-маркетах всегда все растет, все играют, и многие люди проигрывают, потому что азарт, он, как бы, возведен в максимальный зенит, когда Луна имеет полную фазу, скажем так. Инесса, расскажите, пожалуйста, что они... Инесса, особенно очень сильно, то есть, надо быть осторожным, кто, как бы, кто рыбы и кто рак, потому что полная работа на эти знаки, они довольно очень хорошо действуют. То есть, на рыбу, рыбу и раки? Да, 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 рыбы и раки, они очень чувствительны. Водная стихия вся, да? А водолей? А водолей? А водолей? Нет, 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 нормально. Нормально, понятно. Хорошо, Инесса, а расскажите, пожалуйста, вот про свои практики, расскажите, пожалуйста, про то, чем вы именно занимаетесь, именно про ваше искусство. То есть, если бы вам нужно было, если бы вы поступали сейчас в Академию Ховард на позицию Гарри Поттера, чтобы вам сказали, коротенькое резюме волшебника нужно приготовить, расскажите о себе. Как бы вы за минутку рассказали бы, что вы умеете, с чем к вам хорошо обращаться, что у вас лучше всего получается, и что вы вообще такое в плане магии, сновидения и экстрасенсорики? Вот в двух словах. Я стеснительная. Понятно. Особенно при полной луне. Добрая волшебница. Да, да, да. Вы, говорит, на скелетов и чёрных котов не смотрите, я добрая, да? Немного чего. Что? Вы на скелетов и чёрных котов не смотрите, да? Я понял. Итак. Инесса, короткое резюме, чтобы наши... Много чего могу, но много о себе не умею говорить. Не хочу говорить. Ну, то есть, как бы, я считаю, что человек, который, как бы, ко мне попадает, он меня, он меня видит насквозь. Я или положительная, хорошая волшебница, или... Хороший с меня маг, или нехорошая. Но я сейчас не про это говорю. Вообще? Я сейчас не про это. Я сейчас про то, чтобы наши уважаемые радиослушатели знали, с какими вопросами к вам можно обращаться, и в чём вы можете помочь. Значит, полностью, как бы, и в предыдущих программах мы говорили. То есть, естественно, предсказания, просмотры, то есть, по каком-то здоровье, нормам. Значит, как бы, заговариваю молитвами, так. То есть, вербальная, опять же, магия используется. Так, значит, практикую очень сильно, то есть, как бы, в основном, там, семейная и всякая индивидуальная, как бы, психология. Опять же, то есть, как бы, что касается защит разных видов, то есть, это любые амулеты, любые защиты, любые, как бы, ладонки. Значит, что ещё? Ну, что касается поли-бубной магии, тоже. Ну что ж, замечательно. Инесса, вопрос. И, ну, то есть, как бы, снятие всех негативных воздействий. Это касается порчи, злаза, проклятия, венцы безбрачия, испуги, ну, и так далее. Я понял. У нас уже времени, у нас не очень много осталось. Скажите, пожалуйста, телефон, по которому к вам можно обратиться в Минске за помощью. Плюс 375-29-660-38-36. Вот по этому телефону вы, уважаемые дамы и господа, можете обратиться к Инессе в городе Герой Минске, ну, а по телефону 847-226-99-56 вы можете позвонить нам в прямой абсолютный эфир, задать Инессе любые вопросы, или прислать смс на этот же номер, или на фейсбуке нашей радиостанции, или на моём фейсбуке задать какие-либо вопросы. А вот у нас уже есть вопрос. Скажите, пожалуйста, Инесса, у моего папы должна быть сложная операция по раку. Можете ли вы сказать, стоит эту операцию делать или нет? Вот если, Инесса, ты можешь взять карты, например, и посмотреть. Вот число месяца рождения, как зовут папа. Я понял. Но, к сожалению, сейчас я это сделать не могу, но человек может передать. Ну, человек, который, хорошо, подождите, подержите вот эту смс-очку, или что-то он вам пришел, да? Да, смс-ка, да. Значит, я посмотрю. Хорошо, благодарствую, спасибо Инесса огромное. Ещё раз хочу вам, дорогие друзья, напомнить, что у нас в прямом, абсолютно прямом эфире передать. Передайте девушке, операцию стоит делать. Вы видите прямо сейчас, да? Да, да, операцию стоит делать, но стоит делать, это где-то через... Когда назначается операция, нужно обязательно, то есть, если в течение, будет это после первого числа, в течение полутора недели, то это вообще будет великолепно. То есть, побыстрее, да, это всё сделать? Да, да. Ну что ж, видите, как замечательно. То есть, вам даже не всегда нужны карты для предсказания, вы иногда видите, да, сразу? Да. Это я уже посмотрел все свои телефоны, думаю, неужели это у меня что-то вибрирует? Всё потрогал, всё выключил и понял, что это не мой телефон. Это у меня вибрирует. Да, 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 я понял. То есть, Инесса, вы не только владеете картами, вы можете, вы как ясновидящая, можете увидеть ситуацию сразу, правильно? Да. То есть, например... У меня сейчас вот даже в 30-е была такая ситуация, у меня у знакомого умерла в понедельник вечером жена. Я буквально в субботу, мы сидели просто с подругами, и я говорю, что Кристина умрёт просто на ровном месте. Это, конечно, было удивительно, да, даже у меня как-то, ну так, спонтанно. И действительно, то есть, получается, во вторник мне говорят, она в понедельник утром как бы умерла, и сказали, что вот это как бы глядела. Ну, много ситуаций, которые без карт, то есть, как бы, могу сказать, да. Понятно. Ну, ещё раз хочу поблагодарить Инесса огромное за твое предсказание, которое ты мне сделала вот месяц назад. То есть, действительно, таки попал я в эту аварию весёлую, но для меня она ничего плохого, скажем, не сделала. То есть, да, транспортное средство я разбил, но инсулин, конечно, всё возместит, и ещё с лихвой покроет все расходы. Вот, и ты сказала мне, что всё будет в порядке, что всё обойдётся, но авария произойдёт. Вот она таки произошла. Это авария, вот, вчера. Вот, ну, всё нормально, слава Богу, вот, и лично могу вот подтвердить квалификацию нашего замечательного мага-экстрасенса Инессы Оливы, которая сегодня в абсолютно прямом эфире с нами, и которая столько нам интересного всего рассказала. Что ж, Инесса, огромное вам спасибо за ваше интервью, за ваше время, которое вы нам уделяете. Мы вам весьма благодарны, и наши радиослушатели тоже, в том числе, вместе с нашей станцией. Вот, спасибо вам за ту миссию, которую вы выполняете по помощи людям. Ещё раз хочу напомнить, наш телефон 847-226-9956, радиостанция SunGates. Нас можно слушать на интернете, radiosungates.com, набирайте, и мы в неизвенном прямом эфире. Ну, а кто нас не может послушать в прямом эфире, может вполне выслушать нас в архиве веб-сайта, то есть у нас там всё выкладывается. Вот, спасибо огромное Инесса, ну и до новых встреч, я думаю, в следующий раз мы с вами услышимся, я так понимаю, в понедельник, или мы дополнительно объявим об этом времени. С вами был Владимир Гершанов, радиостанция SunGates, и наша замечательная Инесса Алиева, экстрасенс-парапсихолог из города Героя Минска. Спасибо вам большое, Инесса, до свидания, до новых встреч, хорошей вам, полной луны. До свидания. Спасибо вам большое, взаимно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok